На четверть увеличились отчисления в краевой бюджет от предприятий, получивших поддержку на развитие инвестиций. В прошлом году от них поступило 3,8 млрд рублей налогов, сборов и иных обязательных платежей. Годом ранее этот показатель составлял 3 млрд рублей. В Минэкономразвитии Алтайского края отмечают, в 2022 году 57 фирм получили из краевого бюджета субсидии на сумму 260 млн рублей. Эти деньги направляли на компенсацию затрат по приобретению оборудования, технологическому присоединению и уплате налога. В числе предприятий, получивших субсидии, были Алтайвагон, птицефабрика Комсомольская, комбинат Алтайтара, Ренессанс Косметик и другие. В этом году продолжат поддержку инвестпроектов. Отбор получателей планируют провести во втором квартале. В Алтайском крае 167 ветеранов Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы, сообщает официальный сайт региона. Сумма выплаты, согласно указу президента, составляет 10 тысяч рублей. Всем ветеранам средства были назначены автоматически в апреле вместе с другими выплатами. Двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой и дополнительным материальным обеспечением. С учетом этих выплат, средний размер дохода участников Великой Отечественной войны по линии фонда более 40 тысяч рублей в месяц, уточняют в отделении Социального фонда России по Алтайскому краю. Напомним, что праздничная выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях тех лет. Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году прошла в новом формате. Все желающие могли разместить портреты участников Великой Отечественной войны на автомобилях. Память своих родственников почтили и барнаульцы. Родители Вячеслава Головина были радистами. Отца призвали через месяц после начала войны, мать – через год, сразу после окончания школы. Оба попали на Дальний Восток. Поженились Мария Николаевна и Михаил Иванович тоже на фронте. А в 1947 году у них родился сын. Вот до сих пор я вспоминаю. Папу и маму, у них уже нет живых. Они уже по 100 лет. Папе 100 лет и маме 100 лет. Но я все время их вспоминаю. В «Смертный полк» мы ходили, даже с внуком ходили. Я продолжаю это. Во-первых, это память. Не надо забывать эти годы. Не надо забывать о тех, кто не вернулся с поля боя. Поэтому я очень благодарен, что эта акция существует. И надо ее продолжать до тех пор, пока на земле существует жизнь. Добавлю, размещение фотографий и другой информации о героях войны на автомобилях не является правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности. Об этом сообщают в МВД России. При этом фотографии рекомендуют закреплять на заднем и боковых стеклах с внутренней стороны. В Барнауле продолжаются рейды, направленные на профилактику пожаров. Сотрудники городского управления ГОЧС регулярно отправляются в садовые некоммерческие товарищества, чтобы напомнить о безопасности. Накануне специалисты в ходе рейда вручили садоводам более 30 памяток на противопожарную тематику. Три человека получили предостережение. Городское управление ГОЧС обращает внимание жителей. При обнаружении хотя бы малейших признаков горения – дыма, запаха гари – необходимо срочно вызвать пожарных по телефону 01 по сотовой связи 101-112. Напомню, с 27 апреля на территории региона в соответствии с постановлением правительства Алтайского края установлен особый противопожарный режим. Запрещено пребывание в лесах, использование открытого огня, разведение костров. На этом пока все. Я желаю вам хорошего дня.